Привет! Франция имеет много особенностей, которым нет альтернативы в остальном мире. А еще у них есть магазин по продаже туалетной бумаги любого цвета. Такой огромный ассортимент вы больше нигде не найдете. Все сотрудники сошлись во мнении, что это уже не просто витрина, а произведение искусства. Поэтому рядом разместили табличку, которая просит покупателей даже не прикасаться к этой красоте. Когда попадаешь в незнакомый магазин, то начинаешь долго бродить в поисках нужного отдела. Такие тележки эту проблему быстро решают, потому что в них встроена карта с GPS-навигацией. Фактория считает, что уже давно было пора создать что-то такое. Если ваша любимая шоколадка – это Киткат, то следующий магазин точно должен быть обязательным для посещения. Ведь он целиком и полностью посвящен лишь продукции Киткат. Ходить с детьми по магазинам – то еще испытание. Ведь нужно параллельно с выбором товара еще и за своим чадом успевать следить, но с такой тележкой эта проблема сразу пропадает. Над каждой секцией с продуктами висит соответствующий воздушный шар, который поможет еще лучше ориентироваться в незнакомом супермаркете. Хорошая альтернатива табличкам с названиями отделов, которые обычно висят под потолком. В магазине сантехники добавили миниатюрные модели ванн, чтобы покупатель мог их покрутить в руке и сделать правильный выбор. Присылайте свои необычные фото из магазинов по ссылкам в описании под этим видео. Кассы самообслуживания уже изменили нашу жизнь. Но в этом случае зашли еще дальше. Вы сканируете свои покупки еще до того, как положить их в тележку. На выходе остается только расплатиться. В этом магазине выращивают овощи прямо на крыше здания. Также там установлены камеры, чтобы покупатели могли своими глазами проследить, как происходит этот процесс. Вот почему многие любят магазин Икея. Не только за их мебель, но и за прекрасное отношение к покупателям. Во время дождя цена на зонт в два раза ниже, чем в солнечную погоду. Для тех, кто плохо разбирается в сортах яблок, не так уж и просто выбрать нужные фрукты. Эта шкала описывает сорта яблок от терпких до самых сладких. Некоторые супермаркеты сейчас готовы позаботиться о том, чтобы ваши дети не бродили по магазину голодными. В этой стойке находятся бесплатные фрукты именно на такой случай. На этой полке собраны продуктовые наборы, которые включают в себя все самое необходимое. Идея придумана, чтобы каждый желающий быстро смог взять комплект, а затем передать его нуждающимся. Эта полка называется «Свидание с книгой вслепую». На обложках указано лишь краткое описание сюжета, но ни название, ни имя автора вы не сможете увидеть до покупки. Когда видишь выбор между ступеньками и горкой, то здесь все очевидно. Так ведь и быстрее спуск получится, и веселее. Да и сил меньше тратить придется. Нестандартные акции – отличный способ привлечь множество клиентов. В этом магазине при покупке матраса компания дарит аналогичный, но поменьше для вашего питомца. Некоторые не просто обсуждают экологию, но действительно уже сейчас что-то делают для нее. Эта тележка для супермаркета сделана из 152 переработанных пластиковых бутылок из-под молока, о чем есть предупреждающая надпись. Этот отдел называется «Потерянный супруг». Он предназначен для парочек, которые в процессе покупок потерялись в бесконечных коридорах и стеллажей. Уже собранные тележки со всеми самыми необходимыми продуктами по выгодной цене. У «Фактории» появился только один вопрос – зачем столько сахара? Еще один вид умных тележек, которые уже катаются по некоторым магазинам. Она автоматически сканирует все товары, которые вы кладете внутрь. С бумажными ценниками вечно какие-то проблемы, особенно в больших супермаркетах, где ежедневно меняется цена на сотни товаров. А ведь уже давно пора везде установить такие электронные ценники, на которых все будет меняться автоматически. Многие люди предпочтут выбрать какой-нибудь красивый фрукт или овощ, если будет выбор. В итоге множество непривлекательных продуктов пропадает. Поэтому здесь такие фрукты и овощи продают по скидке. В Италии у вас есть возможность посетить один из самых красивых супермаркетов мира. Потому что раньше здесь находился старинный театр, который сейчас переделали под магазин. Но при этом сохранили первоначальное оформление помещений. Данный магазин состоит из 17 настоящих транспортных контейнеров. Внутри обустроился бренд, который производит сумки из переработанных материалов. Когда начинаешь задумываться о количестве людей, которые ежедневно трогают одни и те же корзинки и тележки, то становится не по себе. Поэтому у японцев уже есть специальный санитайзер для корзин. В этом магазине можно голосовать за новые товары. Если он собирает больше 50 лайков, после этого он появляется в ассортименте. Концепция следующего места тоже довольно интересная. Здесь продаются только вещи фиолетового цвета и всех возможных его оттенков. В этом магазине есть подземная и очень глубокая пещера, которую решили не прятать, а лишь закрыть прозрачным стеклом. Встречали что-то похожее? Присылайте мне свои фото! Следующий магазин работает по какому-то очень странному расписанию. Так что нужно каждый раз проверять график в интернете, чтобы случайно не встретить закрытые двери. Магазин раскладывает бананы по степени их созревания. От тех, которые можно есть уже сегодня, до тех, которые идеально созреют только через несколько дней. Данный бассейн находится в магазине спортивных товаров. Он позволяет сразу испытать понравившиеся плавсредства на деле. В магазине, который торгует сумками и рюкзаками, есть предметы, распечатанные на 3D-принтере. Теперь вы можете прикинуть, войдут ли в новую сумку все необходимые вещи. Книжный магазин создал специальный уютный уголок, в котором можно комфортно устроиться и начать читать только что купленную литературу. В данном случае покупателям предлагается собрать набор карандашей, в котором будут только действительно нужные вам цвета. И почему раньше до этого не додумались? Художники оценят. А эти автоматы позволяют насыпать именно столько собачьего корма, сколько вам сейчас необходимо. Вместо того, чтобы выбирать между слишком маленькой упаковкой и слишком большой. Если в вашем городе постоянный поток туристов, то это просто беспроигрышный вариант. Флаги около кассы указывают, на каком языке вас здесь могут обслужить. Когда тебе выдают метровый чек, то сразу начинаешь задумываться о том, как мы нерационально используем ресурсы. Поэтому некоторые магазины уже используют обе стороны чековой ленты. В этой примерочной можно отрегулировать силу и теплоту освещения. Так будет гораздо понятнее, как новая одежда будет смотреться в той или иной обстановке. Сейчас даже некоторые магазины заботятся о том, чтобы спорт присутствовал в жизни каждого человека. Достаточно просто немного попрыгать со скакалкой перед сотрудником, чтобы он пробил вам десятипроцентную скидку. И еще один приятный бонус от администрации магазина. Но при этом вы также помогаете остальным посетителям, которым больше не придется мучиться со сломанными тележками. Этот снимок был вновь сделан в примерочной. Здесь установили специальную кнопку, которая вызывает консультанта. Он, в свою очередь, быстро принесет другой размер, если этот не подошел. Невысоким людям порой тяжело покупать даже обычные продукты в супермаркетах. На этот случай появилась специальная хваталка, с помощью которой легко что-то взять с верхних полок. Еще один метод охоты на неисправные тележки. Достаточно просто повесить на нее такой ярлык, после чего персонал уберет ее из торгового зала и отправит в ремонт. В этом случае тоже постарался какой-то талантливый сотрудник, но при этом не повесил никаких предупреждений. Так что со временем от этой красоты и следа не останется. В строительном магазине есть специальное место, где можно проверить интересующий вас инструмент в деле. И вновь возвращаемся в магазины одежды. В примерочной вешалке разделили на несколько типов, чтобы сразу понимать, какую вещь ты в итоге купишь, а какую точно нет. Технологии с каждым днем все сильнее внедряются в нашу жизнь и появляются умные устройства, о которых раньше никто даже и не думал. Например, плечики для одежды с экраном, показывающим размер и цену. Пока одни магазины строго-настрого запрещают заходить с собаками, другие, в свою очередь, делают все, чтобы вашему питомцу было тоже комфортно делать покупки. Друзья, напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, где мы публикуем ваши фото. Ссылка в описании. Переходите и подписывайтесь. Каждый родитель знает, насколько сложно контролировать своего ребенка на кассе, где всегда много сладостей. В этом супермаркете есть специальные кассы, около которых нет ничего вкусного, из-за чего дети могут начать истерику. Просто представьте, если бы в каждом магазине вместо надоедливой музыки играл живой оркестр. В этот магазин точно хочется возвращаться снова и снова. Благодаря этой инсталляции у каждого желающего есть возможность проверить функционал, интересующий его камеры в действии. В этом случае оставили не просто листик для проверки письменных ручек. Здесь лежит головоломка, которая приукрасит даже такой незначительный, казалось бы, процесс. Фактория прекрасно понимает этого шокированного мужчину, потому что следующий шаг касс самообслуживания – это тележки самообслуживания, которые выполняют все те же функции, но при этом еще и кататься умеют. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо! Спасибо!